Татарстанская картинговая серия 2019 Татарстанская картинговая серия 2019 Татарстанская картинговая серия 2019 полные неподдельного драматизма и неистового напряжения картинговые баталии. Традиционно две гонки имели статус чемпионата и первенства Приволгского и Уральского федеральных округов, где сильнейшим татарстанским спортсменам противостояли не только ведущие пилоты по Волжи и Уралу из Свердловской области, Перми, Ижевска, Тольятти, Нижнего Новгорода, но и из Москвы, Подмосковья, Тюменской области, Омска, Сыктывкара, Крыма и даже Кавказа. Поистину картингу все возрасты покорны. В татарстанской серии принимали участие пилоты в диапазоне от 6 до 58 лет. Соревнования проводились как в детских, так и в юниорских, так и во взрослых классах. Нередко пилоты, как в школе, каждый год переходят из более младшего в более старший класс. Все время осваивают и открывают что-то новое. В самом себе, в управлении машиной, в нюансах ее технической подготовки, во взаимоотношениях с другими людьми. Шаг за шагом, день за днем, год за годом. Все абсолютно логично. Картинг – это своеобразная школа жизни. Для всех. Отрадно, что в рамках татарстанской картинговой серии предоставлена возможность выехать на дистанцию и выявить сильнейшего практически во всех классах картов, которые так или иначе культивируются в республике. Уже не первый год соревнования в Татарстане проводятся в 15-ти зачетную группу, различающуюся как по техническим требованиям, так и по возрасту водителей. Микро, Мини, Пилот, Стриж, Пионер, Кадет, Супермини, Национальный, Национальный Юниор, Ротакс Макс, Ротакс Макс Юниор, Национальный 125А и 125Б, Восход и КЗ-2. Причем продолжительность серии, то есть количество соревновательных этапов, зачетных группах было различным. От двух в классах Пионер, Кадет и Национальный до семи в Мини, Супермини, Ротакс Макс и КЗ-2. Ну что, поехали! Вспомним все самое интересное, каким он был, каким он войдет в историю сезон 2019 года. Начнем с детских классов. Пионер и Кадет, имеющих объем двигателя 50 кубических сантиметров. В классе Пионер, где стартовали школьники в возрасте от 8 до 12 лет, на результаты участников повлиял тот факт, что на первом этапе заявилось недостаточное количество пилотов. Поэтому и очков за все занятые места начисляли вдвое меньше, чем на втором. В результате победитель прошлого года Мурат Зиаддинов из «Мак Титан» за свою однозначную викторию на первом этапе заработал вместо 50 очков только 25. И в связи с этим в итоге он в зачете оказался лишь третьим. Арифметика, чистая арифметика, но, что поделаешь, правила в автоспорте заранее известны всем. А вот Максим Дунаев из Урусу выиграл полновесный, если можно так выразиться, второй этап, и благодаря этому оформил звание быстрейшего среди пионеров. Алмаз Махмутов из Сармановского клуба «Ёлк-Ин» провел оба этапа стабильно и в споре за общее второе место на одно единственное очко опередил Мурата Зиаддинова. В классе «Кадет» соревновались ребята от 10 лет и старше. Второй призер прошлогоднего сезона Егор Митрофанов из Лениногорского спортивно-технического клуба «Профессионал» на сей раз не оставил ни у кого сомнений в своем превосходстве. Три победы и одно второе место в четырех финальных заездах – такой расклад перебить невозможно. Титул сильнейшего в «Кадетах» обретает лениногорскую прописку. Разделивший с Митрофановым победу на менее плодородном первом этапе Вадим Анкудинов из Малой академии картинга «Титан» довольствовался в итоге третьим местом, а Изад Хусаинов, собравший урожай в 40 очков на втором, завершил свой сезон серебряным призером. Особое внимание всех на протяжении сезона привлекал, естественно, класс «Микро». Неудивительно, это самые маленькие участники картинговых гонок. Детишки в возрасте 6, 7, 8 лет. Иногда удивляешься, как дошкольникам или совсем младшим школьникам удается вообще так уверенно справляться с настоящей боевой машиной. Тем не менее, ребята откатали полноценный сезон, состоявший из пяти этапов. 18 отважных мальчишек и две не уступающие им смелости девчонки состязались в этом классе. Ну а безоговорочным лидером «Микро» стал Володя Матвеев из челнинского клуба «КамАЗ Мастер Юниор», который из 10 финальных заездов в общей сложности выиграл 8, ну и набрал практически максимально возможное количество зачетных баллов. Отметим, что Матвеев в этом году представлял нашу республику и на российских соревнованиях по картингу. Еще один челнинец Булат Ахметов второй сезон подряд на второй строчке в рейтинге самых юных пилотов. В актив Ахметова можно занести победу в одном из заездов в майской гонке уровня Приволжского и Уральского округов. Ну и третьим в «Микро» стал казанец Егор Кузьмин, совсем ненамного опередивший Артура Фасхуддинова из клуба «Факелы». Класс мининг. Ребята чуть постарше. Очень популярный класс. На некоторых гонках количество заявившихся достигало трех с половиной десятков. Много было сильных гостей из других регионов, таких как Герасим Скуланов из Подмосковья, Марк Козяев из Серова, Богдан Лабутин из Перми. Ну а татарстанских пилотов в этой зачетной группе всего 19 мы увидели на трассе на протяжении всего сезона. О высочайшей конкуренции в мини говорит хотя бы тот факт, что в пяти из семи зачетных этапов победители имели прописку в других субъектах России. Ну и на двух челнинских этапах первое место удалось завоевать Ниязу Ахунову из команды «КамАЗ Мастер Юниор», который и стал сильнейшим в нашем татарстанском зачете. В 2018-м Нияз был третьим, но в таком возрасте люди быстро растут и физически, и в спортивном мастерстве, и уже летом 19-го ему не было равных среди земляков в зачете мини. Вообще в этом классе традиционно сильны позиции челнинцев, которые оккупировали четыре верхние строчки итоговой таблицы. Филипп Мурашко, выиграв в прошлом сезоне класс микро, стал на год взрослее, нынешним перешел в мини и выглядел вполне достойно. На майском челнинском этапе он соперничал на равных с Ахуновым, еще на двух этапах уступил одноклубнику совсем чуть-чуть. Словом, по достоинству занял второе место. Нельзя не упомянуть еще двух челнинцев, но уже из команды «КамАЗ Карт» Николая Волкова и Диньяра Исламова, которые ехали в сезоне достаточно стабильно, но все-таки Волков насобирал зачетных очков заметно больше. Ему и досталось третье место по итогам сезона в целом. Класс супермини. Еще один монокласс. Здесь так же, как и в микро, так же, как и в мини, карты имеют итальянские силовые агрегаты Парелля с рабочим объемом 60 кубических сантиметров. Но чуть помощнее, чуть побыстрее, и ребята здесь соревнуются в возрасте 10-12 лет. Очень серьезная конкуренция здесь была на обоих этапах Приволжского и Уральского федерального округа, где нашим татарстанским пилотам было трудно бороться за призовой подиум. Уж очень сильны были соперники. Таковы реалии в этом классе. Стабильно провел сезон, выступающий второй год в Супермене, челнинец Захар Каргинов, который выиграл оба финальных заезда в первой майской домашней гонке и в последней сентябрьской. И несмотря на то, что продолжатель автогоночной династии пропустил один из сабинских этапов, набранных очков хватило, чтобы оформить победу в первенстве Татарстана. Второе место по итогам сезона в Супермене завоевал другой пилот команды КамАЗ Мастер Юниор Семен Родин, звездным часом для которого стала июньская гонка в родных челнах, где Семен был неудержим и уверенно выиграл оба финальных заезда. Если год назад пилоты КамАЗ Мастер Юниор, доминируя в этом классе, заняли весь пьедестал, то в 2019-м о своих претензиях на подиум весомо заявил Николай Шакшин из Менделеевска, сумевший в одном из финальных заездов в Сабах финишировать первым, опередив всех, в том числе и Захара Каргинова. В итоге первая тройка в этом классе, где на семи этапах заявлялись 19 пилотов, выглядит так. Каргинов, Родин, Шакшин. Стриж. В этом классе было три этапа по одному в лесхозе, в Богатых Сабах и Набережных Челнах. В старт приняли 23 пилота из Сарманово, Кукмара, Лениногорска, Елабуги, Уруссу, Лаишево, Болтасей, Богатых Сабов, ну и фамилии 11-ти казанцев фигурировали в протоколах в этой зачетной группе. В Стрижах традиционно мы наблюдаем сверхупорную борьбу. Здесь нет ярко выраженных фаворитов. Никому не удалось проехать сезон ровно, без единого срыва. Данное правило подтвердилось и в 2019-м. Единственный пилот, кому удалось выиграть больше одного раза – Артур Гараев, дважды отличившийся на родной Сабинской трассе. Но последний этап у Гараева явно не получился. На трассе он боролся лишь за попадание в десятку и, потеряв очки, не смог дотянуться совсем чуть-чуть, всего пару баллов до первой строчки рейтинга, которая в итоге досталась Тимуру Тимирбулатову из Лениногорска. Третьим призером стал представитель Сабинского «Торнадо» Айзат Хусаинов. Дважды ставший вторым на привычном для себя картодроме Аргамар. Класс пилот получился многочисленным. 27 картингистов отметились на трассе в ходе трехэтапного первенства. В этом зачете выделялись два гонщика – казанец Николай Фролов и Егор Митрофанов из Лениногорска, которые на протяжении всего сезона сражались за титул первого пилота практически исключительно между собой. Но если в прошлом году удача сопутствовала Митрофанову, то на этот раз фортуна улыбнулась Фролову. Пилот Малой Академии картинга выиграл четыре финальных заезда из шести. Его главный оппонент оставшиеся два, что и предопределило исход этой захватывающей дуэли. Третье призовое место досталось, как и в стрижах, Айзату Хусаинову из Сабинского клуба «Торнадо». Уже исходя из названия, национальные классы в картинге создаются Национальными автоспортивными федерациями, в нашем случае РАФ. Естественно, в этих классах используются двигатели отечественного производства. Класс национальный собрал на двух сабинских этапах 15 приверженцев в возрасте 16+, из Казани, Бугульмы, Уруссу и Богатых Сабов. Марат Хуснуддинов выиграл первый июльский этап настолько уверенно, что, казалось, вопросов с победителем в этом классе не возникло. Но в первом финальном заезде второй августовской гонки у фаворитов возникли технические проблемы, и в протоколе он оказался лишь одиннадцатым. Но волнения представителей урусинской команды «Шмель» оказались напрасными. Ко второму заезду карт опять обрел резвость, Хуснуддинов вновь опередил всех и стал победителем первенства Татарстана. Второе и третье место заняли казанцы, соответственно, Салават Гатаулин из клуба Чингисхан и Роман Шафранов, представляющий малую академию картинга «Титан». Национальный юниор. Практически те же самые автомобили, что и в предыдущем классе, а вот пилоты чуть помоложе, от 13 до 16 лет. 19 участников в заявочных списках. Прошлогодний победитель Николай Фролов так и не смог стартовать на первом этапе. На втором один из заездов выиграл, но набранных очков хватило только для того, чтобы занять пятое место по итогу сезона. А вот Алмаз Ахмедов из Сарманова, прошлогодний вице-победитель, умело подхватил в этой ситуации эстафетную палочку и стал новым триумфатором класса. Несмотря на невыезд на дистанцию в последнем заезде. Вторым призером в классе Национальный юниор стал Ильтан Насыров из Урусу и это его второй подиум в сезоне. Третий призер Илья Нутов из Казанского клуба «Искра». В национальном классе с двумя зачетами 125А и 125Б были представлены практически все центры, готовящие картингистов нашей республики, за исключением набережных Челнов. В зачете 125А состязались 28 амбициозных парней. А преуспел главный многостаночник нынешнего сезона Айзад Хусаинов из «Богатых Сабов», которому удалось стать призером сразу в трех зачетных группах. В 125А Хусаинов фактически не имел себе равных. Четыре финальных заезда выиграл, еще в двух стал вторым. Что скажешь, победа за явным преимуществом. В лидирующей тройке в отчетном сезоне почти всегда удавалось стабильно удерживать свой карт Артуру Загирову из Сарманова. Это позволило воспитаннику клуба «Ёлк-Ин» небезосновательно рассчитывать на серебро про итогом сезона. Ну и третий призер в этой зачетной группе – представитель Юго-Востока Республики Ильдан Насыров из Уруссу. В зачете 125Б соревновались два десятка участников из девяти населенных пунктов. Ильдар Галимов из «Богатых Сабов» уже не первый сезон является законодателем мод в этом классе. Правда, поначалу все складывалось непросто. На первом этапе в лесхозе у Галимова были проблемы, и он не показал нужный результат. Зато на оставшихся двух этапах все встало на свои места. Воспитанник клуба «Торнадо» продемонстрировал свою неудержимость в полной мере, взял четыре финальных заезда из четырех и предоставил своим друзьям-соперникам спорить за места со второго и ниже. Так вот, второе место досталось Алмазу Ахмедову из Сарманова, благодаря восхождению на верхнюю ступень подиума на лесхозовском этапе. Обладатель бронзы в этом классе еще один неуступчивый сабинец — Альфис Мухаммед Галеев. «Ротекс Макс» — очень популярный международный класс. Карты имеют серийный одноцилиндровый двухтактный двигатель с водяным охлаждением объемом 125 кубических сантиметров, позволяющий развивать отменную динамику. Соревнования «Ротекс Макс» проводятся в более чем 70 странах на пяти континентах. По статистике «Ротекс» около 50 тысяч спортсменов участвуют в соревнованиях по всему миру. В этой зачетной группе татарстанский сезон состоял из семи этапов, из которых два имели статус Кубка Федераций Приволжского и Уральского округов. На первых двух этапах никаких шансов соперникам не оставлял Ильдар Фардеев из Набережных Челнов. Но в последующих гонках Фардеев уже не заявлялся, а заработанного очкового багажа хватило для завоевания итогового четвертого места. На третьем и пятом этапах, напомним, это были гонки федерального уровня, татарстанцам в «Ротекс Макс» противостояли очень сильные сибирские картингисты – тюменцы Ян Кемпф, Вадим Ермухаметов и Дмитрий Шепет из Омска. И надо признать, что в этом соперничестве «Пальма» первенства осталась за сибиряками. Но вот в оставшихся трех гонках показал себя с наилучшей стороны другой челниец – Искандер Романов, который взял на себя роль флагмана во всех шести заездах и обеспечил себе этим общую победу в «Ротекс». Новичок класса Карим Гельманов – второй призер. Станислав Минникаев из казанского клуба «Факел» – обладатель бронзы. Нельзя не отметить и выступление Елизаветы Кобзарь, которая заняла пятое место – самая высокая среди представительниц прекрасного пола во всей татарстанской картинговой серии. Ротекс Макс Юниор Юниорская версия предыдущего класса для ребят от 13 до 16 лет. Тот же объем двигателя – 125 кубических сантиметров. На седьми этапах на трассу выезжали в общей сложности 14 пилотов из Казани, Челнов, Лениногорска, Альметьевска и Богатых Собов. Здесь за победу сражались два челнинца – Данил Телепов и Денис Николаев. Причем пройти длинный сезон ровно не удалось никому. Данил Телепов мощно начал сезон, выиграв два этапа и став призером на третьем, который, напомним, являлся этапом ПФО и Урфо. Но в последующих гонках Телепов неизменно занимал места ниже своего главного оппонента. Николаев, наоборот, провалил первые этапы, но зато на четвертом, шестом и седьмом проехал как по маслу, выиграв без видимого напряжения все шесть финальных заездов. И все же Данил Телепов насобирал в копилку очков ненамного, но больше, чем Денис Николаев и стал главным лауреатом в «Ротекс Макс Юниор». Казанец Егор Кузьмин провел неплохой сезон, ни разу не финишировал ниже пятой позиции и в итоговом рейтинге первенства с большим отрывом занял третье призовое место. В классе «Восход» состязались карты с двигателем от популярного отечественного одноименного мотоцикла, имеющего рабочий объем 175 кубических сантиметров. Класс этот весьма популярен в Татарстане, более 30 участников приняли в нем старт на четырех этапах. Помимо четырех крупнейших городов республики, пилоты прибыли также из Бугульмы, Лениногорска, Богатых Собов, Болтасей и Сарманова. Уже не первый сезон главной интригой в классе «Восход» является соперничество двух многоопытных картингистов Динара Доминова из «Богатых Собов» и играющего тренера Малой академии картинга Романа Шафранова. Привычный сценарий в полной мере реализовался и в этом сезоне. Двое признанных лидеров разбирались исключительно между собой. Был случай, когда Шафранов стартовал с последнего ряда, обошел по ходу заезда всех, всех соперников, кроме Доминова, и финишировал вторым. «Живая борьба» шла за третье место, которую с переменным успехом ввели Артем Гюртов из Альметьевска, Эльмир Мукминов из Болтасей и два казанца Салават Гатаулин и Булат Каримов. В результате первая тройка. Первый – Доминов, второй – Шафранов, третий – Мукминов. А это значит, Болтаси ликуют. У них есть свой призер в первенстве Татарстана по картингу. КЗ-2 – международный класс. Карты не только самые быстрые, но и самые, пожалуй, сложные в управлении с двухтактным двигателем водяного охлаждения объемом до 125 кубических сантиметров. Это уже весьма и весьма серьезная техника. Скорости просто космические, а потому и борьба чрезвычайно зрелищная и увлекательная. 25 картингистов в КЗ-2 выезжали в общей сложности на дистанцию по ходу сезона. Попробовали свои силы здесь и известные пилоты – Раис и Расуль Минихановы, Айрат Мордеев, Андрей Каргинов, Антон Шибалов. Прошлогодний триумфатор Аркадий Попов в нынешнем сезоне смог стартовать только в двухгонках. Остальные, к сожалению, пропустил и в итоге оказался только пятым. Динар Даминов в КЗ-2 чувствовал себя вовсе не так уверенно, как в восходах, и набирал очки фактически только на сабинских этапах, игнорируя челнинские. Но, тем не менее, бронзу в престижном КЗ-2 Даминов наверняка может записать себе в актив. Дмитрий Авдеев, выступавший за команду «Камазмастер-юниор», один из немногих, кому довелось стабильно поучаствовать во всех семи этапах чемпионата республики. Дважды Авдеев выиграл, дважды добрался до подиума. Все эти слагаемые в сумме принесли серебряный результат. Ну а лавры чемпионы республики в этом самом непростом картинговом классе КЗ-2 по праву достались Борису Гарифулину, сумевшему стать быстрейшим на всех пяти этапах, в которых челнинец принимал участие. В том числе, кстати, и в обоих этапах чемпионата Бриловского и Уральского федерального округа. Ну что же, картинг продолжает оставаться самым массовым видом автомобильного спорта у нас в республике. Этаким основанием автоспортивной пирамиды. В истекшем сезоне в девяти гонках старт приняли чуть менее трех сотен пилотов из 15 городов и поселков Татарстана. Как известно, в набережных челнах целенаправленно развивают исключительно все картинговые классы, где соревнуются карты иностранного производства. Челнинцы, пилоты КАМАЗ Мастер Юниор продолжили доминировать в этих шести зачетных группах. Мини, Микро, Супер Мини, Ротекс Макс, Ротекс Макс Юниор и КЗ-2. Но если год назад в четырех случаях из шести они занимали вообще весь пьедестал, то в 2019-м это удалось сделать лишь в одном классе. Пилоты из трех казанских клубов Сабинец и Менделеевец отвоевали в сумме пять бронзовых медалей. Нельзя не отметить несомненный успех Сабинцев из карт-клуба «Торнадо», сумевших завоевать три высших титула татарстанской серии, две серебряных и три бронзовых награды. Юго-Восток республики во всеуслышание заявил, что там есть самобытная картинговая школа. По две победы в зачетных группах одержали пилоты Урусу из клуба «Шмель» и Лениногорска из спортивно-технического клуба «Профессионалы». Продолжают успешно работать и в клубе «Елкын» на счету сармановских картингистов одна победа и три вторых места в сезоне. Но главное даже не в отвоеванных секундах, набранных очках и занятых местах. Ведь картинг – это не только спорт. Картинг – это образ жизни. Это окно возможностей. Это стартовая площадка. Это начало пути к победам, которые обязательно придут. И в спорте, и в жизни. До встречи на трассах. Редактор субтитров А.Семкин